Великой Отечественной войны Безбилетников меньше не становится. 5 тысяч горожан привлечены к административной ответственности за безбилетный проезд за 9 месяцев текущего года. Более 20 медиков городской больницы номер 2 приняли участие в акции, направленной на популяризацию донорства крови на добровольной основе, которая проходит среди медучреждений города под девизом «Безвозмездное донорство начинается с меня». Главный православный храм Барановичей встречает 85-летие. Уникальное архитектурное сооружение и центр духовности – все это Свято-Покровский собор. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». Пожелание дожить до 100 лет можно услышать практически на любом дне рождений. Вот только в реальности такое удается лишь единицам. Так, на начало года в Беларуси насчитывалось чуть более 500 жителей, преодолевших 100-летний рубеж. В Брестской области таких около 70. При этом традиционно среди долгожителей лидируют женщины, а мужчин, которым исполнилось 100 и более лет, в 7 раз меньше. Но все же они есть. В Барановичском горосполкоме чествовали жителя нашего города, участника Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Луцика, который на днях отметил свой 100-летний юбилей. Житель Барановича Виктор Иванович Луцик родился ни много ни мало, ровно 100 лет тому назад, в 1916 году. Но, несмотря на свой 100-летний юбилей, прекрасно себя чувствует, активно интересуется всем, что происходит в городе, и постоянно работает над собой. Узнает новое, общается с людьми и даже делает зарядку. Празднуют в полном здравии и очень активно, потому что вообще-то в таком возрасте, ну, казалось бы, уже не надо не проявлять ни активности, а только отдыхать. Но Виктор Иванович совсем не такого, ну, не такого склада характера. С такой солидной юбилейной датой Виктора Ивановича поздравили представители Барановичского горосполкома, Совета ветеранов, Территориального центра социального обслуживания населения и городской организации общественного объединения «Белая Русь». Вы хорошо, что дожили, судьба дала вам столько лет жизни, чтобы увидели, что результаты вашего труда действительно нашли продолжение и хорошее продолжение. И действительно, Виктор Иванович, служивший во время войны в железнодорожных войсках, в послевоенное время почти всю жизнь проработал строителем и не только восстанавливал железную дорогу, вокзалы, станции, но и детские сады, больницы, всего свыше сотни объектов в нашем городе. Сам он о своем жизненном пути говорит так. Я с 30 лет пошел работать кухонным рабочим, потом в школу ХВЗО, в ветериную цеху, рабфак, кончу, после рабфака поступил в институт, закончил институт с войска, призвали в Красную Армию. Ну вот я прошел много этих путей и вот построил отшлипся барановичей. Вот то, что я сделал за свою жизнь. Так что я коровный пас, а свиней не одувал. Надо не пить, большое терпение и любить народ. Помимо того, что Виктор Иванович всю жизнь был отличным работником и руководителем, а также является персональным пенсионером и заслуженным строителем Беларуси, он еще и прекрасный семьянин. Со своей уже покойной женой он прожил в любви и согласии 66 лет. Вырастил двоих детей, выненчил четверых внуков и шесть правнуков. Во-первых, замечательный человек, чудесный семьянин, великолепный отец. Вы знаете, светлый такой отец, всегда, вот как ясно солнышко он приходил домой. Вы же знаете, что на работе очень много всяких проблем, тем более на строительстве, где, ну, трудно, производительный труд, это очень сложно на предприятиях работать и с людьми. И он всегда приходил, забот было море. Но когда он заходил в дом, он забывал про все. Он сразу же как делался, как ясно солнышко нам. Он им и сказки рассказывал, придумывал не понять, какие, скажем, сам все. Вы понимаете, грел, одеялко брал к печечке, и вот так вот грел его, и накрывал нами, песни всегда нам пел. В общем, везде он как-то, ну, вы знаете, вот он лучезарный такой. Конечно, столетняя жизнь Виктора Ивановича Луцика – это целая эпоха. И во многом он, конечно, является примером для подражания подрастающему поколению, представители которого также пришли поздравить юбиляра. Весь у вас слышит все, о чем можно мечтать. Есть года, ваши правнуки, внуки. И останется только сейчас загадать, чтобы не знали вы грусти и скуки. Более 20 медицинских работников городской больницы номер 2 приняли участие в акции, направленной на популяризацию донорства на добровольной основе, которая проходит среди медучреждений города под девизом «Безвозмездное донорство начинается с меня». Медики, как никто другой, знают, что по статистике каждый третий больной, поступающий на лечение в стационар, нуждается в применении препаратов крови. Особенно они нужны людям с тяжелыми травмами, кровотечениями, ожогами, заболеваниями крови, тем больным, которым предстоят операции на сердце, онкологическим пациентам и многим другим. Поэтому среди тех, кто сдаёт кровь безвозмездно, немало именно врачей, а также старшего и младшего медперсонала. Вот и на этот раз, когда в медицинских учреждениях нашего города был брошен клич, призванный найти желающих поучаствовать в республиканской акции, в городской больнице номер 2 откликнулось более 20 человек. Уже успели поучаствовать в нашей акции Барановическая городская стоматологическая поликлиника номер 2. Там показал пример заведующий, богословский Алексей Валерьевич, и присоединились врачи-стоматологи, медицинские сёстры, зубные техники. А вот сегодня эстафету подхватила Барановическая городская больница номер 2. Запас крови должен пополняться, так как компоненты и препараты крови имеют ограниченный срок хранения. Доступность и своевременность переливания крови – это решающий фактор выживаемости пациента. Погоду в каждом коллективе создаёт прежде всего лидер. Вот и в городской больнице номер 2 главный врач Рауф Гасанов был в первых рядах среди тех, кто вызвался стать безвозмездным донором, а за ним потянулись и другие работники. Именно медики и понимают важность данного мероприятия, потому что никто иной, как медик, сталкивается ежедневно, ежеминутно в силу своей специальности с теми ситуациями, когда человек нуждается в помощи экстренной. И такого рода помощь, она в принципе уникальная и единственная. Многие страны пытаются до сих пор создать, придумать заменитель крови, но, к сожалению, до настоящего времени пока такого идеального заменителя нет. Поэтому единственным источником крови является живой человек-донор. Популяризация и развитие безвозмездного донорства в Беларуси сейчас идёт очень активно. И к 2020 году, поддерживая инициативу Всемирной организации здравоохранения, наша страна планирует полностью перейти на безвозмездное донорство. Поскольку медики считают, что не имея корыстных целей при сдаче крови, у донора не будет мотива скрывать какие-либо инфекции и другие заболевания, которые сейчас становятся всё разнообразнее и труднее отслеживаются. Уже сегодня в Барановичах количество доноров, которые сдают кровь бесплатно, составляет 17%. И эта цифра растёт. Кровь я сдаю сейчас первый раз. Побудило меня то, что у нас сейчас в Республике Беларусь проходит акция безвозмездное донорство. Донорство – это дар жизни по-другому. В переводе с латинского «доноры» – это дар. Поэтому любой сознательный человек, у которого есть активная гражданская позиция, он должен сдавать кровь безвозмездно, без какой-либо оплаты. Потому что, собственно говоря, мы своим донорствам даём человеку шанс на жизнь. Интересен тот факт, что первым донором в мире была как раз медсестра. И сегодня примерно четверть всех доноров области – люди в белых халатах. Поэтому неудивительно, что именно они с энтузиазмом приняли участие в этой гуманной и благородной акции по безвозмездной сдаче крови. Но хочется видеть, что к ним присоединятся ещё не одна сотня человек самых разных профессий. Поучаствовать в спасении чьей-то жизни вы всегда можете, обратившись на станцию переливания крови по адресу улица 50 Лет ВЛКСМ, дом 4. 5 тысяч горожан привлечены к административной ответственности за безбилетный проезд за 9 месяцев текущего года. В связи с увеличением количества безбилетных пассажиров контроль за оплатой проезда в общественном транспорте усилен. В рейде вместе с контролёрами-ревизорами предприятия «Барановичи Транс» побывала и съёмочная группа программы «Вести Барановичи». Проблема так называемых «зайцев» в нашем городе по-прежнему актуальна. Многие пытаются сэкономить на проездном документе. Забыл или не успел купить билет, оправдываются пассажиры при проверке оплаты проезда. За 9 месяцев за безбилетный проезд оштрафовано 4917 пассажиров. И это при том, что, согласно статистике, контролёры проверяют треть рейсов городских автобусов. В административную комиссию горосполкома направлено 1095 материалов. Люди в течение 10 дней не платили штраф. С начала года возбуждено и 5 уголовных дел. Три из них уже рассмотрены в суде. Наказание от трёх месяцев ареста до полтора года ограничения свободы без направления в учреждении открытого типа. Для предотвращения конфликтных ситуаций и их скорейшего разрешения контролёров оснащают видеорегистраторами. Я уже работаю почти 5 лет контролёром. Да, действительно, у нас пассажиры бывают очень грубые, недисциплинированные, как говорится. Для нашей безопасности на наше руководство приобрело нам вот такие видеоустройства, которые помогают нам как-то урегулировать наши отношения с пассажирами. Возникают конфликтные ситуации, и при разборе этих ситуаций и разрешении заявлений будет просматриваться видеорегистратор, и вопрос будет решаться положительно, потому что всё время обвиняются контролёры. А в этом случае мы будем видеть, виноват контролёр или виноват пассажир. Спад оплаты за проезд остро ощущает перевозчик. В Барановичский автобусный парк снижается выручка. Но ведь меньше горожане ездить не стали. Перевозка пассажиров в городе за 9 месяцев этого года принесла автопарку 800 тысяч динаминированных рублей убытков. С 22 сентября Барановским госполкомам принято решение о привлечении в помощь государственному предприятию Барановича Гонстранс сотрудников милиции. И в настоящее время проводятся проверки совместно с сотрудниками милиции. Они оказывают помощь. Хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы вы проявляли сознательность и оплачивали проезд. Потому что если автобусный парк не будет иметь необходимой выручки от перевозки пассажиров по городу, мы вынуждены будем изменить, уменьшить количество автобусов на городских маршрутах, что приведёт к увеличению интервала движения автобусов. У Барановичского безбилетника нет чётко выраженного лица. Это может быть и молодой человек, и пенсионер 60-65 лет. А тем, кто не спешит оплатить штраф, хотелось бы напомнить, что такие пассажиры рискуют быть отключёнными от мобильной связи. Такие прецеденты в Барановичах уже есть. Поэтому руководствуйтесь простым правилом. Готовишься войти в автобус? Приготовь талон на проезд. Вошёл? Сразу прокомпостируй. Главный православный храм Барановичей встречает 85-летие. В 1931 году по улице Куйбышева произошло торжественное освящение этой православной церкви. Свято-Покровский собор имеет статус национального достояния. В 1953 году он был признан памятником архитектуры Беларуси. А для верующих это святое место, где каждый ищет себе защиту. История Барановичского Свято-Покровского собора начинается в 1921 году. Тогда в городе по неизвестной причине сгорел приходской храм. Было принято решение о возведении нового каменного храма, торжественно освященного в 1931 году. История строительства храма имеет печальное начало. 19 апреля 1921 года, на первый день Пасхи, по загадочным причинам, невыясненным причинам, сгорел деревянный храм, который находился вот на этом месте. И буквально на завтра было принято решение возобновить храм на этом же месте, построить новый храм. Первоначально предполагалось и был изготовлен проект строительства деревянного храма. Но Новогрудское воеводство, которому относилось тогда Парановичи, очень долго не утверждало этот проект деревянного храма. И было решено строительным комитетом, который возглавлял сенатор Назаревский, протеерей входил в состав строительного комитета, протеерей Павел Мацкевич, первый настоятель этого храма, и староста Еродский. Было решено заняться проектированием каменного храма. И вот некто Николай Аболонский, архитектор из Варшавы, он создал проект этого храма, который был утвержден летом 1924 года. 6 августа уже этого же года состоялась закладка Святопокровского храма, который совершил епископ Александр, иноземцев фамилия его. Собор был построен в стиле неоклассицизма, а его ярким украшением стали семь мозаичных панно, которые были привезены из разрушенного в Варшаве православного собора Александра Невского. Собор в центре Варшавы, тогда на Саксонской площади, ныне это площадь Пелсуцкого, насчитывал, по некоторым сведениям, около 10 тысяч предметов искусства, претендовавших на мировую ценность. Параллельно, как там разрушался Александр Девский храм, здесь продолжалось строительство. Несколько раз по благословению главы православной церкви в Польше сюда доставлены были многие предметы церковной утвори, три вагона было, но тоже, к сожалению, в большому склад, который был сооружен временно для хранения этих вот вещей всех, тоже был совершен поджог и изгорело. Уцелили только мозаики, которые находились в другом помещении. Мозаики были выполнены в петербургских мастерских Фролова по эскизам известных мастеров Васнецова, Бруни, Кошелева и принадлежат к лучшему, что было создано в мире, в мозаичном искусстве начала 20 века. Мозаика, которая находится в Барановском храме, имеет свыше 20 тысяч оттенков смальты. Слой стекла покрывался сусальным золотом и сверху налагался еще один слой стекла. Это, конечно, великая милость Божия, потому что мозаичные панно, которые изготавливают для Варшавского храма, они имеют уникальную ценность и являются, по мнению многих специалистов, прекрасными произведениями, несравненными произведениями именно в мозаичном искусстве. Руководил этими работами, изготавливали, вернее, мозаики. Фролов, Петербургский частная мастерская, которая занималась мозаиками, а авторами мозаик, которые сейчас сохранились у нас, являются такие известные русские художники Вослицов, Кошелев, Думитражку, Харламов. Особенно Харламов, к сожалению, не усырила ни одна мозаика. Вот в нашем храме нет мозаики Харламова. Именно он руководил вот этими мозаичными работами для того храма. Несмотря на то, что при освобождении Барановичей в 1944 году около 80% зданий было разрушено, собор пережил Отечественную войну и уцелел, одиноко возвышаясь над руинами. С 1931 года, в 85 лет, в храме никогда не прекращалась служба. 14 октября храм встретит свой престольный праздник. Это престольный праздник. Каждый храм посвящается или святым угодникам Божьим, или Божьей Матери, Ее Пречистовым имени. И, конечно, мы, прежде всего, с благодарностью будем совершать эту службу, что Господь сподобил нас встречать в таком хорошей обстановке этот юбилей. Потому что каждый престольный праздник – это, по церковному мнению людей, верующих, это Вторая Пасха. Конечно, будет совершаться торжественное богослужение, которое возглавит правящий архиерей Пинской епархии, Владыка Стефан, архиепископ Пинский-Лунинецкий. Приглашаем на богослужение 14 октября Покров Пресвятой Богородицы, престольный праздник нашего храма. Сегодня Барановский Свято-Покровский собор входит в число памятников архитектуры Республики Беларусь. А для верующих – это святое место, где каждый ищет себе защиту, свое спасение. В Центральной городской библиотеке имени Тавлая открылась выставка детских рисунков Монпансье. На ней представлены работы воспитанников детской студии декоративного искусства под руководством Ирины Литвинюк. Подробнее в нашем следующем выпуске. На выставке, которая открылась в читальном зале Барановической Центральной городской библиотеки имени Тавлая, представлены десятки детских рисунков, ярких и поднимающих настроение. Причем для многих юных художников это мероприятие – первое в их жизни возможность заявить о своих творческих способностях широкой аудитории. Выставка будет длиться месяц, до 7 ноября. Детки уже такие воодушевленные приходили, все показывают пальчиком на свою картину, радуются, что для них это настоящее событие, праздник. Название у выставки необычное, на французский манер – Монпансье. И детские работы действительно будто сами собой складываются в яркую и радостную мозаику, словно леденцы, которые носят такое же название. Наша сегодняшняя выставка имеет тематику Прованса, называется Монпансье, посвящена леденцовым конфеткам, которые ассоциируются, наверное, у всех взрослых с детством и навевают какой-то, например, прохладную тоску о каком-то прекрасном лете из детства, которое включало в себя три месяца счастья, как я говорю, дети, которые занимаются чем-то летом, они обычно запоминают это время. Все юные художники, чьи творения представлены в библиотеке на суд зрителей, были награждены грамотами за свой плодотворный труд на протяжении всех летних каникул. Ведь за это время они не только начали постигать азы таких непростых дисциплин, как композиция и цветоведение, но и освоили множество разных техник живописи, используя в своем творчестве гуашь, акварель и краски по ткани. Я уже на рисование хожу второй год. Мне нравится рисовать космос. Я хожу в детскую студию уже два года. Мы там рисуем разными красками, много всяких техник изучаем. На выставке представлены работы на самую разную тематику. Здесь и тот самый Прованс, и космос, портреты, пейзажи и многое другое. Эти рисунки – лишь первые шаги на пути юных талантов. И не исключено, что рано или поздно из них могут вырасти известные мастера. А пока дети радуются своим первым успехам и ставят себе новые цели по покорению еще более высоких вершин. Мне кажется, что сейчас в наше время очень сложно детям показать свое искусство. Очень сложно детям доказать свое существование для взрослых. Потому что взрослые, конечно же, уже более развитые социальные личности, индивидуальности, и с ними тяжело спорить. Но мне хочется, чтобы детям была дорога, и чтобы детям не препятствовали. И всегда приятно, когда дети имеют результат от своего труда. Они трудятся, им тоже хочется что-то поиметь. Им тоже хочется получить какую-то оценку своей деятельности. И вот это и заключается в организации таких выставок. Это были главные события уходящей недели. О том, что перенесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...